Прямая линия ответ священника Прямая линия ответ священника Прямая линия ответ священника Сказано в Писании Носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов Вы действительно должны поддерживать друг друга Насколько это возможно Священник такой же человек, как обычные люди У меня хронический диабет Проблемы с ногами Я все время это чувствую Иногда бывает обострение Но в то же время в Писании сказано Что у страдающей плоти перестают грешить И также сказано Что лучшая пора труд и болезнь Поэтому недуги Имеют и положительную сторону В том смысле, что они Заставляют нас задуматься Над скоротечностью этой жизни И мы более чутко Относимся к тем, которые Имеют какие-то проблемы связанные Со здоровьем С большим вниманием Терпением и тактом Относимся к ним Спасибо большое Вам еще раз Дай Бог здоровья Нам дозвонилась Елена Давайте послушаем сейчас ее вопрос Здравствуйте, Елена Здравствуйте Уважаемая Вероника Уважаемая батюшка Отец Андрей Отец Олег Отец Олег Я когда-то у вас была в храме В Сокольниках Это было, наверное, лет 15 тому назад Храм Рождества Иоанна Крестителя И вы тогда сказали Что вы ежедневно Прочитываете всю псалтирь Но там же славы И молитвы Сколько времени Нужно уделить внимание Прочтению всей псалтири И читаете ли вы сейчас Целиком И где вы сейчас служите И читаете ли вы Со славами, с молитвами Ответьте, пожалуйста Я вас очень люблю И где вы служите Прочи Господи Я служу в том же храме Постоянство вещь хорошая А по поводу псалтири Вы, наверное, немножко не поняли Чтение псалтири целиком Заменяет весь суточный круг Например, человек болеет И он не может пойти на службу И читаешь псалтирь Обычно я читаю псалтирь В течение дня Деляю ее на три части С утра встаю пораньше Вычитываю 50 псалмов Потом после 12 Там позавтракал Опять 50 псалмов И к вечеру Читаю уже Оставшиеся псалмы Там большой псалом Один А потом все меньше Меньше, меньше Такие ритмические Небольшие псалмы Но когда в течение дня Действительно Прочитываешь псалтырь То ты чувствуешь Что ты ничего не пропустил Ты выполнил Как бы всю полноту Богослужебного круга И обычно я стараюсь Читать псалтырь таким образом Когда я в дороге Или же, например В самолете куда-то летишь В далекую какую-нибудь страну И зачем терять время Псалтырь вычитывается Где-то за 7-8 часов Если говорить о чтении С молитвами по окончании Кафизм Я рекомендую всем читать Эти молитвы Это покаянные молитвы Там такая глубина покаяния Что они сами по себе Действительно тоже Как и псалмы были написаны Движением Духа Святаго И вот эти покаянные псалмы По окончанию Кафизм Это тоже великое благо И если есть возможность Седмицу провести в таком состоянии Или накануне, например Причастия Вычитать псалтырь таким образом Например, на Страстной Седмице Это великое благо Конечно, физически человек не может это делать каждый день Это вряд ли получится Но я рекомендую попробовать И именно не подряд А вот так вот разбить на три части А когда вы кончите чтение псалтырь Вы ощутите буквально Крылья за спинами Такая легкость Особенно при моей полноте Это очень важно ощутить Какую-то воспаренность Над этим плотским Мирским Заземленным Уверены наши зрители Прислушаются Отец Андрей Очень интересно У вас есть какое-то ежедневное правило Которое вы совершаете Вот так же, как отец Олег Да, у меня есть одна молитва Которую я читаю очень часто Это Господи помилуй Я процитирую одного такого человека Живущего уже в Царстве Небесном Он говорил, что У меня было много правил в жизни Говорил он И были длинные правила Учитывая, которые я ловил себе на тщеславии Были короткие правила Учитывая, которые я ловил себе на том, что я ленюсь А теперь наступило время Когда у меня только одно правило Господи помилуй Вот мне как-то вот Вот в такой фазе Значит, я где-то близко к этой фазе нахожусь Вот Ну, ясно, что Священнику нужно служить Много и по-разному И там есть Это молитвенное море настолько большое Что его переплыть совершенно невозможно В одиночку Так, кстати, выпить тем более В нем можно купаться Вот Поэтому Научите, говорит меня батюшка умной молитвы Спрашивал один человек Говорит, а молитва она вся умная Говорит, это только человек глупым бывает Так что вот Еще я знаю такую одну Вижу, вернее Вещь такую Что, говорит, лучше не домолиться, чем перемолиться Я это вижу на многих примерах Правоту этих парадоксальных слов Потому что Молитва, как поднятие груза Должна соответствовать физической кондиции Вот Человека Вот его душа должна Эти гири поднимать в соответствии со своим Степенью своего здоровья У людей здоровье совершенно разное Один человек прочитает Акафис Слочайшему Иисусу И сыт три дня А другой, значит, не насытно Может молиться Потому что у него глубокая душа Это степень глубины Она разная И люди, которые берут на себя Больше, чем могут нести Они могут сильно расстроиться Ну, как человек Поднявший несвойственный груз Если это просто в мире тяжести То это просто спина и ноги заболят А если это в мире духовном То там тоже какие-то свои сдвиги происходят Поэтому У человека должен быть постоянный голод к молитве Молиться должно хотеться Человек должен хотеть молиться Вот это вот Как аппетит Как признак здоровья А в случае, если он взял на себя больше У него может отвращение от молитвы произойти Такие случаи мы в пастырской практике Наблюдаем довольно часто Это вот эта мерность Мерность и соответствие Для этого нужны духовники, собственно Если уж на что он и нужен, духовник Так вот для того, чтобы ретевого приостановить А ленивого подбодрить Спасибо огромное У нас есть звонок Но мы ответим на него сразу После короткой паузы Не переключайтесь Прямая линия ответ священника продолжается Нам дозвонилась Яна из Москвы Здравствуйте, мы вас слушаем Яна Яна, мы вас слушаем Да-да Говорите, пожалуйста Мне кажется, звонок сорвался, к сожалению Ну что ж, Денис прислал нам такой вопрос Считать себя христианином и быть им не одно и то же Говорит он Если брать число причастников в Великий четверг То выходит, что число православных христиан в нашей стране Не превышает и 10% населения То есть нас мало Чтобы сохраниться в мире, надо держаться вместе Не считаете ли вы, что придется прийти к мысли Об отдельном, неком компактном проживании Православных в своих кварталах Или населенных пунктах Со своими детскими садами И хотя бы начальными школами Я вижу, сколько грязи выливают на церковь в интернете Отчасти по невежеству, отчасти по злобе Не считаете ли вы, что от такого мира надо до поры дистанцироваться? Есть опасность, что резервация или гетто иногда оканчивается крематорией А Господь хотел сеять нас, как пшеницу Великое значение христиан как раз находиться в этом мире Среди людей, которые не очень церковные люди Чтобы осолять как-то этот мир А если мы пойдем в такую сознательную резервацию В некое такое гетто То это будет, во-первых, самоустранение от свидетельства о Христе А великое назначение каждого христианина Как в Нагорной проповеди сказано И так досветит свет ваш пред людьми С тем, чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца Небесного Спасибо, отец Олег Отец Андрей, пожалуйста, вам слово Ну да, я тоже имею большие опасения по поводу таких прожектов Во-первых, они уже воплощались несколько раз Пытались воплотиться И, как правило, заканчивались крахом Есть много фактажа Такого, когда люди пытались создавать такие микрогородки Микро-такие деревни Да, по предпочтениям там Это могли В общем, это все Какое-то вырождение происходит, действительно Это не полезно ни миру, который лишен свидетельства Таким образом Ни христианину, который тоже лишен столкновения с враждебной средой У нас вся святость вырастает на стыках В враждебной среды и церкви Василий Великий и Григорий Богослов Жили во времена неумершего язычества Отсюда собственные богословия От стыка вызова с ответом И многое другое То есть вообще все святое вырастает на стыках А не в этих самых, не в теплицах Ну и вообще, если христиане это соль земли То соль может быть в салонке Но в принципе только для того, чтобы потом быть рассыпанной В нужных долях по разным родам пищи А про всегда пребывать в салонке ей как бы нельзя А потом соль это такой продукт, который предохраняет это разложение Ну да Поэтому тут надо равномерно ее распределять Так что нет Я вам скажу даже, что иногда полезно Детей намеренно отдавать в простые Обычные школы, даже если есть возможность учить их В каком-то специализированном закрытом заведении Где гарантированно там люди будут лишены там чего-то Каких-то там злых проявлений современности Именно для социализации Социализация начинается с песочниц Как часто повторяют Медведева и Шишова Они правы Там происходит первая драка Там первая, возьми мою лопатку, возьми мое ведерко Там происходит первая дружба Там происходит первая зависть Первый опыт общения Как тебя зовут Вот это вот, песочница сейчас уже никого не дружит Их нету как бы И соответственно люди, кто вырастают такими волками-одиночками Нету социализации такой, да Вот этой здоровой социализации Ее по крайней мере стало меньше Поэтому христианину полезно вообще находиться Между атеистами, между мусульманами Между агностиками, между христианами С искривленными понятиями основах вероучения Потому что как иначе человеку закалиться, ошлифоваться И выносить свое правильное мировоззрение Каким образом? Это получится то же самое, что получилось у старобрячества Оно ведь по сути зашло в глушь какую-то В антиисторическую глушь Оно выжило по факту, раздробившись и умолившись Оно зашло в исторический тупик Оно больше никому ничего не говорит Даже самому себе иногда Ольга из Челебинска у нас на связи Добрый день, мы вас слушаем Здравствуйте, уважаемые ведущие Здравствуйте, батюшки У меня такой вопрос Мы живем в своем доме И периодически приходится Травить мышей Каких-то насекомых Я все время мучаюсь Грех ли это? Что делать? Спасибо большое Что делать? Пожалуйста Я вырос в своем доме В городе Орехово-Зуево На берегу реки Клязьма И у нас было три кошки дома И они как раз отслеживали количество там мышей, крыс И если они задавят крышу или мышь Они приносили около лесенки, клали, чтобы мы видели их работу Потом мы им за это молочко давали Отчет такой Такой отчет был Не просто вот куда-то там утаскивали Она в подвале могла ее задушить А потом притащила и положила И так смотрит Ждет поощрения, какую-то награду Я думаю, что в мире все очень так оно существует В неком равновесии И один вид твари дополняет другой вид твари И вот отец Андрей очень правильно сказал Что мы не можем жить в тепличных условиях Организм тогда будет неспособным реагировать На какие-то заболевания и так далее А когда мы живем в нормальной среде Здесь есть нормальное приспособление Человек, который живет в своем доме Он, конечно, должен, чтобы собаки бегали на улице Вот у меня дома в Орехово-Зуеве было три собаки Но они жили на улице И я считаю крайне жестокой Держать это подвижное животное в квартире Это на уровне издевательства над этим животным А кошки, пожалуйста, они спокойно ходили по дому И ловили там мышей Мышей мы не разводили Вот это точно скажу У нас как-то недавно был такой же вопрос По поводу комаров, мух Также людям очень жалко убивать Что делать, отец Андрей, в этот момент? Нет, ну эти муки совести мне не очень понятны Здесь должна быть совершенно здоровая реакция человеческая И на употребление мяса Конечно, если бы человек, например, резал сам каждую курицу, которую съедал Количество-количество веганов бы увеличилось, безусловно Но насекомые, всякие паразиты Те твари, которые мешают жить человеку Но ходят за ним постоянно Паразитируют на нем, так сказать Идут за ним как тень, чтобы жить от продуктовой жизнедеятельности Они изначально человеком ограничиваются Истребляются при помощи других животных Совершенно верно Но иногда эта дератизация происходит при помощи ядов Когда их очень много Но это уже проблема больших городов Этих мусорных свалок и прочего Поэтому мучиться совестью по этому поводу Это несколько неправильно Но что, не о чем больше мучиться совесть Совесть такой нежный инструмент Она постоянно мучается о чем-то Но надо избрать какие-то более достойные темы для мучений Про сколько это сублимация Когда человек, например, переживает о меховых шубах Рисует себе картину убийства этих животных И вот у него душа полна, так сказать Страданием, которое совершенно бесполезно Он может плакать над сериалом Помните, это уже анекдотично совсем Когда Дон Педра женится на Хуаните И весь многоэтажка плачет А потом, когда нужно поплакать настоящими слезами Или по-настоящему озаботиться чем-то серьезным Но не хватает ни слез, ни душевных сил Душа же, она не безразмерна Она же имеет свой ресурс уставаемости, исчерпаемости Мы не можем переживать обо всем Попереживал, например, о проигрыше сборной На футбольном чемпионате Больше ни о чем в этот день переживать не можешь Уже не хватает души переживать на плохой отметке ребенка Поэтому тратить душу на такие переживания Это и глупо, и смешно, мне кажется Достаточно вспомнить исторический факт Адольф Гитлер был вегетарианцем Но это нравственно никак не обогатило этого человека И художником, неплохим акварелистом И презирал курение, и всякие остальные излишества в жизни Он был здоровый образ жизни Да, в отличие от Рузвельта, Сталина и Черчилля Которые курили вовсю, как паровозы, все трое Это интересно Но в которых было больше практического добра Спасибо вам огромное У нас теперь Мурманск на связи Здравствуйте, мы вас слушаем Здравствуйте Вы слышите меня? Да, 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 мы вас слушаем Здравствуйте, батюшки, родненькие Благословите Господь, Благослови Такой вопрос Вы слышите меня? Да, да, пожалуйста, говорите, вы в эфире Так, значит, у нас православная семья И я, у меня четверо детей И я очень много лет молюсь за них Но два года назад у меня погиб сын Ему было 39 лет И вот я хочу спросить Вот эта молитва моя, материнская Она как-то помогла ему в том мире, в который он перешел Есть для него, ну как бы, ну как это сказать Вот эта вот молитва моя, она согрела его там Или может быть, как-то вот она помогла ему в том мире Как-то легче все переносить Он был православный парень, любил Бога Он крест бы никогда не снял добровольно со своей Только с головой вы могли снять Он был такой вот парень Вот такой у меня вопрос Помогла ли моя многолетняя молитва материнская В том мире, в какой он перешел Спасибо за звонок, Елена Ну сомневаться в этом нет никакой нужды Сомневаться в том, что миры взаимопроникают друг в друга И связь матери с ребенком не рвется Ни на расстоянии, когда ребенок уезжает Ни с этим другим расстоянием метафизическим Когда ребенок оказывается в другом Молитва продолжает связь с матерью с ребенком Это вообще такая большая, таинственная, несомненно очень могучая Может быть самая могучая связь И я думаю, что сердце этой женщины имеет внутреннее удостоверение о том Что ее молитва продолжающаяся слышна и полезна Собственно, да и голос-то ее Это не голос человека, находящегося в истерике То есть мы не услышали человека, который кричит в трубку За что мне это, почему, где справедливость Это голос человека, имеющего внутренний якорь И наверняка ее душа, наши слова могут быть дополнительным утешением ей Дополнительной поддержкой В том, что мол молись, мать, и не переживай И увидишься с сыном, и обнимешь его в день Великого Воскресения Вот и все То есть мы в этом не сомневаемся Она наверняка в этом тоже не сомневается Я согласен с отцом Андреем, что в ее вопросе содержится как бы и ответ А у меня вот немножко другая ситуация У меня мать умерла, когда я был подростком И я чувствую молитвенную связь с своей матерью Сколько мне было там, 17-18 лет И до сих пор я чувствую, что она молится за меня И многие моменты в моей жизни, когда была нужна помощь Как раз вот благодаря именно ее молитве Я смог преодолеть какие-то трудности На самом деле церковь, она едина Но она едина органически, как тело И в Писании есть такой образ Болит ли один член, страдает все тело То есть мы очень взаимосвязаны друг с другом И отец Андрей очень правильно сказал Что связь между матерью и плодом Который формируется как существо Девять месяцев в бочеве матери Она более значительная, чем связь, например, между ребенком и его отцом И молитва матери, она помогала ребенку И пока он жив был, и, конечно, в ответственный момент А я чувствую поддержку своей матери Хотя ее уже давно нету в этой земной жизни Но для меня она жива И ее молитвенная поддержка для меня Это реальность, которую я переживаю Спасибо большое, отец Олег Отец Андрей У нас снова звонок Анна, здравствуйте Здравствуйте Мне очень-очень стыдно задавать свой вопрос Но иначе я не получу помощь в этом Как мне преодолеть брезгливость при причастии? Вот то, что всем в рот эту ложку или эта палочка Как это называется? Ну что мне с этим делать? Я и ругаю себя, и стыжу Но вот эта брезгливость, я не знаю, как ее преодолеть Очень частый вопрос у наших зрителей, батюшка На самом деле, пожалуйста Ну любви нет какой-то Любовь преодолевает брезгливость и стыд Но, я извиняюсь, свою собственную ребенка в попу Разве не поцелуешь от избытка чувств Когда будешь ему купать, например, малыша? Чего, конечно, не сделает другой человек С какой стати сосед этого делать не будет А ты сделаешь это, потому что для тебя он весь Твой родной и сладкий, и неповторимый Вот, а если такие какие-то нежные чувства А вообще чувства у человека, как Христу Могут быть такие же, как чувства, как кормилица У Златоуста есть такой образ, что он кормит нас собой То есть, как мать кормит ребенка телом своим То есть, не снаружи она там приносит ему хлеб Пока дает ему тело свое, грудь дает ему Говорит, то это мы как бы мы питаемся грудью Господней То есть, Иисус дает нам самого себя То есть, мы буквально тело его едим То есть, тоже же можно побрезговать там, значит, грудью чужой женщины Извините, там, значит, кроме ребенка Никто, так сказать, питаться ею не должен Поэтому здесь вот это должна быть любовная интимность Которая преодолевает, собственно, стыд и страх Он просто там, ему там просто нету места А если там себя убеждает, там, какую-то, значит Какую-то, значит, когнитивную деятельность Какую-то над собой совершает, какое-то насилие Ну, там, вот так, ну, это просто какое-то мучение, не знаю Надо любить Иисуса Христа И есть его тело, и пить его кровь С некой священной жадностью Ну, если какие-то аргументы еще искать Ну, посмотрите на батюшек, в конце концов Они все доедают за всеми На любого дьякона, посмотрите, пышущего здоровьем На любого, там, протеерея, прожившего на свете там более 70-80 лет В ясной памяти на своих ногах Они все за нами доедают, за мирянами, так сказать, образно Люди причащаются, они потом потребляют святые дары Тут же в алтаре, то самое Поэтому гляньте на них, смотрите, что тут Они, как правило, и здоровее, умнее, красивее Как бы, защищать все остальные Как бы, духовенство имеет Такие какие-то, оно вроде своем Отличительно от людей окружающих Я бы дал совет этой женщины Развить в себе чувство недостоинства Она должна осознать чувство недостоинства с ее стороны Приобщаться к этой тайне Мы подходим к этому таинству со страхом Божиим и верою Осознавая свое недостоинство И чем сильнее она будет усиливать Вот это чувство недостоинства Что мы в святых дарах приобщаемся к божественной жизни Богочеловечеству Христа Иисуса То для нее встреча с причастием Будет моментом преодоления Вот этого своего недостоинства Божественной благодатью Потому что мы не можем заслужить возможность причаститься Как святые отцы говорили Если на одну чашу весов положить все сокровища мира А на другую частичку причастить То она перевесит, конечно, все Поэтому, когда эта женщина усилит в себе чувство недостоинства Я не готова И она будет причащаться именно потому Что священник ее благословит на причастие Вот с таким чувством она подойдет Она будет вкушать это как величайшую святыню Со страхом Божиим и верою А пока вот этого чувства не будет Может быть, посоветоваться с духовником Как-то и немножко иначе готовиться к причастию Я, кстати, заметил, что Если люди очень строго вычитывают правила Если они там говеют, как положено То они очень трепетно относятся к моменту причастия И они стараются это состояние оберегать после причастия А если люди плохо готовятся к святому причастию Они быстро потом все и теряют Может быть, здесь срабатывает вот этот природный эгоизм Если я три дня говел, если я читал молитвы, я ходил в храм Неужели я подойду просто так? И неужели после причастия я позволю себе что-то такое, что нарушит вот эту благость? У нас, слава Богу, много книг о том, как готовиться к причастию Но, как я часто говорю, почти нет книг, как сохранять, как оберегать это состояние А ведь настоящая жизнь христианина – это от причастия и до причастия И вот на это надо обращать внимание И по мере того, как в сердце этой женщины значимость святого причастия будет возрастать Она будет избавляться от этого ложного чувства какой-то брезгливости А напротив, будет осознавать свое несовершенство перед этой тайной И приступать со страхом Божьим и верою только после разрешения священника Спасибо огромное Мы сейчас снова ненадолго прервемся и продолжим Не переключайтесь Мы продолжаем Нам дозвонилась Лариса Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, батюшки Я бы хотела задать такой вопрос У меня вот есть знакомая женщина, молодая У нее ребеночку три года Она ходила в храм Но не очень она так У нее просто там умерли Кто-то умер, может быть, какое-то несчастье Она вот подходила к батюшке И батюшка очень ее утешил То есть очень хорошо о нем говорили Она к ним очень прониклась И как бы она Ну, попросила, чтобы Как он был ее духовником Батюшка, насколько я поняла, достаточно молодой Вот, и значит Потом его перевели в другой храм Вот у нее маленький ребенок Ездит час далековато Она когда туда приезжает Не так часто это бывает И он, значит, ну, как-то к ней так относится Из-за того, что она стала редко приезжать Говорит, это отговорки, что это маленький ребенок Ну, уж в храм не ходит Но, в общем, не воспрещает Какие-то вот Вот, ребенок так В садик не ходит Вот она с ним целый день Вот, значит Ну, а поскольку все-таки Причащаться и в храм Ходить нужно Вот, она иногда ходит В храм поблизости Но там тоже ее Почему-то вот батюшка Она говорит Все, приготовлю, все Но из-за того, что вот Не бывает ее накануне Он ей как бы отказывает Причастие Ну, а когда говорит Что там маленький ребенок Ей говорят, что это детский сад Что это все отговорки И, в общем И у нее такой, говорит Ну, что ж я совсем Ну, недостойна там, да Ну, вот до такой степени Что даже и не в том храме вроде бы Там духовник Он тоже как-то относится Пять минут И рукой махнет И уже она как-то говорит В общем, у нее уже Такие сомнения Она говорит Ну, что ж, я совсем недостойна Говорит Идти мне в храм Или не идти Спасибо На самом деле Это рецидив Постсоветского пространства В традиционной России Священник Рукополагался на приход И он находился На этом приходе Всю свою жизнь И фамилии священникам Давали по названиям приходов Например, такие фамилии Как Воскресенские Казанские Это типичные Такие священнические фамилии Были целой династии А вот в советское время Начали действительно переводить Священников С прихода на приход И это, в общем-то Уродливая практика На самом деле Потому что действительно Разрушаются Как бы Духовные семьи А духовник Должен быть Все-таки В шаговой доступности Вот некоторые Выбирают себе Духовника Где-то там далеко Там В каком-то Отдаленном монастыре Это делается С одной целью Пасти самого себя А духовник Это должен быть Священник Ближайшего К дому храма И человек Ходит В этот храм Он исповедуется В этом храме Чтобы все В шаговой доступности Было С другой стороны Духовничество Как в монашеских Сообществах В миру Оно в принципе Невозможно Это действительно Вот Отец Андрей Может быть подробнее Расскажет В монашеских Сообществах Там действительно Вот Связь между Духовным отцом И подопечным Она более сильна А реальность Городской Сельской жизни Где действительно Сегодня У нас один Священник Завтра Другой А может быть Со временем Вот эта традиция До революционной жизни Когда целые Династии На приходах были Все это будет Восстановлено Но сейчас Вот надо исходить Из той реальности В которой мы Живем И Если священника Перевели На какой-то Дальний приход Надо взять у него У этого священника Благословение Исповедоваться В шаговой доступности У другого Священнослужителя И брать У него Необходимые Советы В противном случае Действительно Ситуация Может возникнуть Как у этой женщины Которая уже Не уверена Стоит ли вообще Ходить на исповедь Ну да Тут Я не вижу смысла Женщину С маленьким ребенком Заставлять Совершать Длительные путешествия Ради того Чтобы Принять Это таинство Или Причтить ребенка Вот в наших условиях Это же транспортное Это все эти Путешествия Это же изнурительное занятие Люди древности Они вообще не знали Того Что знает современный человек Сколько времени И силы И психических Энергий Мы тратим В этих всех В метро В транспорте В пробках И так далее Поэтому мучить человека Не надо Вопрос еще вот В чем мне кажется Значит Очень часто Вот Человек Приходящий в церковь Получающий Какую-то качественную Духовническую помощь Впервые При первой встрече От священника В случае Потери родственников В случае Какой-то проблемы Или радости Какой-нибудь Или подготовки К венчанию Потом Начали ходить туда В эту церковь К нему К этому священнику На самом деле Хотелось бы Чтобы человек Прекрасно Каждый из наших Христиан Был литургически Образован И понимал Что происходит в храме Что это Что это Нам надо Людей учить Людям надо Этому учиться Для того Чтобы человеку В каждом храме Было хорошо Чтобы он понимал Что такое Премудрость Простите Услышим Святого Евангелия Что там Что там Значит такое Вот Или там Станем добре Станем со страхом Чтобы это Как только это Зазвучит Из уст любого Диакона Из уст любого Священника Чтобы человек Вытягивался в струнку Значит и понимал Что происходит Самое важное Вот Литургическая Грамотность Которая всегда Не хватает Я думаю Что не хватало И в средние века Не хватало И в те времена Когда преподался Закон Божий Потому что она Зависит не только От информированности Она еще От сердечного желания Зависит Литургическая Безграмотность Она мешает Человеку Ходить в храм К Иисусу Христу И он слишком много Уделяет внимания Так какой батюшка Служит А сегодня служит Это я не пойду А мой служит Вот там Я пойду к нему Значит только А он В общем-то Такой же И в части Литургии Мы одинаковые люди Совершенно В части Личного знакомства Беседы Какой-то Дополнительной грамотности В каких-то вопросах Священники конечно разные Но стоя перед престолом И совершая положенное Священнику вообще Один от другого Не отличается В каком-то смысле И святитель Извините И святитель Азлатауст писал Та же самая служба Которую совершает Апостол Павел Или апостол Петр Или которая совершается В городе Или в селе Это все та же Одна тайная вечерь Совершитель которой Сам Господь Иисус Христу Иисус Христос Еще есть один текст Библии Очень интересный Сказано Прими пророка Во имя пророка Получишь награду пророка Прими праведника Во имя пророка Получишь награду праведника И если мы относимся К любому священнику Как к священнику Мы получим Даже через недостойного пастыря То, что он может нам Преподать необходимую благодать Отнесись к священнику Как к священнику А не как этот знакомый Этот не очень знакомый И получишь то Что ты можешь от него получить А что современное общество Должно ждать от священника Только Христа И свидетельство о Христе Потому что мы проповедуем Христа И при том распятого И вот здесь человек Который в таком двойственном состоянии Он должен задать себе вопрос А может быть есть какое-то человеческое побуждение Я хожу в храм может быть вот за этим Священником А Христос уже как бы немножко на втором плане Выстроит над правильную иерархию Что на первом месте Что на втором Что на третьем И будет все нормально Ходить мамочке нужно в храм с дитем Там где близко и удобно Чтобы не мучить ни себя, ни ребенка Священник, конечно, каждый в любом храме Должен относиться к человеку С максимальной бережностью Чтобы не терять овец То есть за потерянную овцу В общем-то вопрос Потом спросят А вот эти все изнурительные путешествия Вдоль всего города К тому, кто однажды помог тебе Ну они излишни, мне кажется Излишни И священник тоже ошибется Если он привяжет к себе каждого человека Независимо от того местоположения Скажет Ко мне только на исповедь Только ко мне на исповедь Такие кандалы духовнические Они не полезны ни самому человеку Ни этому пасту Не надо таких Это будет тип такого приходского папизма Да-да-да-да Только это лишняя вещь Надо облегчать людям жизнь Жизнь такая очень тяжелая вещь Ее не нужно усложнять дополнительно Из благочестивых мотивов в том числе Надо стараться дать людям вздохнуть И облегчить ему доступ к необходимому К этому источнику воды Живой Звонок из Санкт-Петербурга Георгий Здравствуйте Мы вас слушаем Спасибо, что дождались Приветствую вас Вот тут Значит Маленькая Памарка Сказано в конце Одной фразы Ибо без меня Не можете вы делать Ничего Да ничего подобного Большинство Делок плохих Именно без Христа И делаются Так что тут Явно пропущено Одно слово Спасибо Ну это беседа Христа Спасителя С учениками Это последняя его беседа Пространная Вообще мы в Евангелии Почти не видим бесед Христовых То есть он учит Открыто учит На горной проповеди Потом учит притчами В большинстве случаев Во время служения своего А вот таких бесед длинных Там только с Никодимом С Самарянкой И последняя архиерейская Вот эта вот его молитва И беседа с учениками Он там о злых делах Не говорит ничего То есть если бы он говорил Это людям вообще И всем людям вообще Сказал бы Что вот вы без меня Не можете верить ничего Мы имели бы законное право Возражать Почему это Мы и крадем без тебя И прелюбодействуем без тебя И козни замышляем На ближнего без тебя Это все действительно без него Вот Но это поскольку Это беседа с тесным кругом учеников Уже в сгустившейся атмосфере Близкой казни Этой несправедливой Этого убийства жертвенного Вот Там слова были только О будущем Неспослании утешителя Там было только о том Что вы Я вас избрал А не вы меня Что вы пойдете и сделаете И плод сотворите И о том Что ветви виноградные Чистят Чтобы больше плод принесли Но он их самих К страданию готовит И предупреждает их Что они сделают много Но не без него То есть вот здесь уже без меня Без меня уже не сможет творить Здесь есть еще одно объяснение На самом деле В древнем иудаизме Времен Христа Евреи сосчитали все заповеди Которые есть В Ветхом Завете В Танахе Получилось число 613 И они разделили эти заповеди На две части Одна часть Делай Другая На самом деле В понимании людей Того времени Он говорит Без меня Вы не сможете Не исполнить Ни одну из Повелительных заповедей Которые призывают Нас к добру Кстати И 365 На каждый день года Они получают Количество Повелительных 365 И 613 248 И 365 То есть на каждый день года Там есть повелительное Как бы число Повелений Поэтому Делай Имеется ввиду Добро делай То есть не может быть Добро автономно От источника добра А источник добра Это сам Бог Потому что Всякий дар совершенный Исходит от Отца Светов От него А Господь Оберегает нас Также и от Нарушение заповеди Не делай Здесь уже другие слова И не веди нас В искушение Но избави нас От лукавого И вот в таком контексте Это очень понятно Что же имеется ввиду Когда Христос говорит Без меня не можете Делать Ничего То есть ни одного Доброго дела Спасибо Я думаю Георгий получил Очень емкий ответ На свой вопрос Андрей 14 лет Прислал нам такой вопрос Я курил полгода Мама об этом не знает Как мне теперь Искупить грех Но он видимо бросил Да То есть попробовал И как бы Как бы Распрощался С этой привычкой Пусть у нас сохранит Эту привычку Это Это кстати Этот опыт Пусть маму не травмирует Наверное Признаниями Потом когда повзрослеет Признается Вот А пока что Он еще слишком мал Мама будет Сильно тревожиться Об этом Греховном опыте Но если дело брошено И завязано Значит пусть на исповеди Об этом скажет И забудет об этом То есть пусть не страдает Душой о брошенном грехе То есть брошенный грех Это причина радости Вообще-то То есть человек будет иметь Награду за брошенный грех Наоборот То есть здесь Не нужно скорбеть о том Что я это делал Нужно радоваться о том Что я прекратил это добровольно Поэтому здесь есть чему порадоваться И пусть с благодарностью Подумает о маме Она же за него молилась Наверное Даже может быть Не подозревая Что у него могут быть Какие-то такие проблемы Которые ей неизвестны Не без ее помощи Он бросил Эту пагубную привычку Спасибо огромное Ну и любит парень маму Видимо Да И переживает Пусть сохранит Эту тайну Для исповеди Только для исповеди Да И не возвращается От папироса Я крещеная Пишет Анна Но в церковь я не хожу Я не люблю людей Я им не верю Они меня раздражают Ненавижу корпоративной работе И работаю Не люблю И в команде Не люблю работать В общем Говорит Я абсолютно Асоциальный человек Как мне с этим бороться Ведь в современном мире Нужно быть в социуме Тем более Что моя профессия И без общения Это никак Она архитектор Как же мне это преодолеть Прям полная предрасположенность К монашеству Ну не знаю Не знаю Такой Этот самый Такой Человек Слушайте Ну это для стендап-шоу Вообще-то Надо продавать Такие 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 Пассажи Надо просто С разрешения автора Продавать Крик Искренний Ну подождите Значит Во-первых Можно Если она крещена И для нее крещение Что-то знает То есть Собственно Существует конфликт Между тем Что для человека Крещение значит что-то И он хотел бы реализовать Свою крещенность Как практикующий христианин Есть такое не очень Правильное слово Но тем не менее То есть Она хотела бы быть Настоящей христианкой То есть Делающей то что нужно Вот Но у нее есть конфликт С тем что она мизантропка Такая какая-то Может быть какая-то Обида жизненная Или просто характер Такой бывает Так И вот здесь возникает конфликт Давайте посоветуем Этому человеку Побыть Значит Становиться христианкой Молитвенной христианкой В одиночестве Пусть она молится дома Может быть Это молитвенная Это молитвенный труд дома Чтение Евангелия И молитвенный труд дома Какой-то там Пусть купит себе Какой-нибудь Расширенный Молитвослов Для мирян Вот И попытается Молиться Богу дома Любая молитва Постепенно Выходит за рамки Самого молящегося человека Потому что он Поминает Кого-то из усопших Кого-то из живых Волинс-Нолинс Вспомнит кого-то больного Он как-то значит Вспомнит там Кого-то из родных своих То есть молитва Все равно вырывается За пределы Отдельного человека Да И это будет школа любви В одинокой молитве Может быть Попробовать вот так Читать Божие слова И молиться дома Я думаю Что через некоторое время Ее ножки Сами собой Неумолимо Придут в храм И она будет Перебарывать себя В своих мизантропических Этих порывах А может быть Со временем Она по-другому взглянет На эти лица На этих людей Она поймет Что у них У каждого Своя история У каждого Свои раны И шрамы на душе Каждый приходит К своему Богу Со своей бедой Или радостью И это в общем-то Люди Это непрочитанные книги Это огромная библиотека Непрочитанных книг Потому что каждая судьба Это Вот садись и слушай Как бы да Вот плачь и радуйся Потому что Всего намешано в человеке И у нее постепенно Поменяется отношение к людям Она начнет смотреть В глаза этих стариков Или малышей Этих мам Обвешенных детьми Или этих мужиков Которые не так часто У нас пока еще К сожалению в храмах Вот И увидят в их лицах Братьев Может быть со временем Даже самая главная Христианская молитва Начинается словами Не отче мой А отче наш Чтобы даже В личной молитве Мы чувствовали Такую соборную Ответственность Друг за друга В пустыннике Да Когда приходили люди В пустынях жили Ануфрий Великий Жил 63 года В пустыне 25 июня Была память 63 года Не видавши ни одного лица Человеческого А когда встречался Кто-то приходивший К ним из мира Они спрашивали Кто сейчас император Нет ли еретиков На троне С кем воюет империя В покое ли мир Церковь Благочестива ли Благочестива ли архиереи Как молятся люди Им был Живой интерес О людях Живущих в миру Их не покидал Ни на секунду Потому что они О них и молились Так что Есть путь Для этой доброй души Которая страдает От своей мизантропии Кстати говоря В многолюдстве Людей возненавить Очень легко Это проблема Вообще современного мира Потому что человек Внутренне одинок Экзистенциально одинок А вместе с тем Он постоянно на людях На юру Он везде В многолюдстве Его раздражают Эти люди Которые в принципе Везде Но они ему чужие Не топчутся ему По ногам в транспорте Они шумят под окнами ночью Он их может Действительно не любить Потому что Когда мы все в куче Это И мы лишены Личного пространства Необходимо Здесь до мизантропии Полшага Пусть начнет молиться дома Пусть потихоньку Включает свою молитву Хоть кого-то еще Кроме себя И постепенно Ноги придут Ее Ноги придут в храм И она Другими глазами Посмотрит на Обычных людей Которые ее Пока что раздражают От мизантропии К соборности Да Вот Название для брошюрки Совершенно верно Замечательно Спасибо вам огромное Вопросов еще очень много Дорогие зрители Не приключайтесь Мы вернемся Через небольшую паузу Мы снова вернулись В студию Дозвонилась нам Александра Давайте послушаем Ее вопрос Здравствуйте Здравствуйте Вероника Отец Олег И отец Андрей У меня такой вопрос С просьбой Не могу бросить курить Я курю более 30 лет И это меня очень беспокоит Мучает Я инвалид И хочу попросить помощь Может куда-то мне поехать Чтобы там находиться Чтобы я смогла бросить курить Дома у меня не получается Я уже и так мучаюсь Пожалуйста Если есть возможность Помогите Пожалуйста Я попробую ответить на этот вопрос Пожалуйста Марк Твен Американский писатель Однажды написал Бросить курить очень легко Я бросал сто раз До сих пор курю Проблема Это действительно Серьезная проблема И когда мы пытаемся Серьезные проблемы Решать Человеческим образом Получается Как у Марк Твена Но вот Если мы обратим Внимание на Святое Евангелие В Евангелиях Мы часто встречаем Одну и ту же фразу Тот час Тот час Тот час Тот час Тот час Имевший сухую руку Протянул ее И она стала здоровая Тот час Расслабленный Встал Взял постель И пошел домой Тот час Прокаженный Очистился От своей проказы То есть Если перемены Происходят В нашей жизни С помощью Христа Они действительно Могут происходить Тот час Но в каком случае Мы можем предоставить Христу Возможность Действовать В нашей жизни Дело в том Что Бог создал Человека Абсолютно Свободным Существом И для того Чтобы Христос Начал бы действовать В нашей жизни Мы должны Предоставить Ему возможность Как? Расписаться В своей Неспособности Исправиться Самостоятельно От той или иной Проблемы Освободиться Что у нас Ничего не получается И вот когда Человек приходит К такому выводу И начинает Искать спасение Только Во Христе И со Христом Оно может Произойти Именно тот час А если мы Предполагаем Что у нас Есть какой-то Ресурс У нас Уже как-то Получалось Какое-то время Мы без этой Пагубной Проблемы Обходились Это будет Бесконечное Повторение Ошибок Прошлого Но когда Мы скажем Нет Божия От темени Головы До подошвы Ног Нету Здорового Места Я все Испытал Все средства У меня ничего Не получается Я полный Духовный Банкрот И я прошу Тебя Христос Войди В мою жизнь Помоги мне Исправиться Измениться Ибо Бог гордым Противится А смиренным Дает благодать И тогда Изменение Может произойти Именно тот час То что не давалось Годами Может произойти Однажды И уже навсегда Изменит Жизнь Человека Но это должно быть Религиозное Решение Спасибо Отец Андрей Добавите что-то Ну да Это не для здоровья Это именно По духу Надо решить И желание У человека есть Есть люди Которые не хотят Бросать курить Они конечно И не бросят Никогда Ну там И ладно То есть Нам и не судей Но здесь Должно быть Духовное Осложняется Дело в том Что 30-летний опыт 30-летний Это действительно Какая-то евангельская история Там 38 лет Расслабленный Там лежал Там Многолетняя Кровоточивая То есть Такой недуг Вошедший В плоти Вы представляете Сколько Насколько Проникотинен Как бы организм Человек Который 30 лет Курит То есть В этой борьбе И здесь Я даже не знаю Как что Или снижать дозу Курения Чтобы постепенно Выходить из этого Но это действительно Имеет некий риск Опять обрыва Как бы срыва Либо действительно Искать Этого божественного вмешательства Которое Поменяет Человека Сразу Вопреки физике Вопреки физике Вопреки химии Крови Вот Но тогда нужно Сильно смириться Сильно возопить К человеку Богу Но человек хочет трудиться Дай Бог помощи А Силуан Афонский Одному Говорил Говорит Молись перед каждой Выкуренной сигаретой Одному говорил Тут хотел бросить Вообще сомневался Нужно ли бросать Он говорит А ты молись перед тем Как закуришь Как-то неудобно Перед выкуриванием сигареты Молиться Значит Все перед чем Помолиться неудобно Это грешно Значит бросать таки надо Ну а может быть Действительно Попробовать молиться Когда ломает человека И даже закурившего Помучатся Со стыдом Засасывает в себя Это не никотиновый дым Ну в общем Какая-то борьба Предстоит человеку Серьезная борьба И видите Она говорит Что дома Ей трудно бросить Видимо эти прокуренные Стены Это атмосфера В которой там Привычно взялись Взялись спички Привычно взялись Там в нужном месте сигареты Привычно взялась пепельница Или привычно Вышел на балкон человек Или на личную клетку Это все тоже Мотивирует его На Такую Колея заезжена Колея сильно заезжена И в организме И в психике И вот это все То есть может быть Действительно стоит Вырываться куда-то А если здоровью еще осталось Может быть стоит побегать Или поплавать Потому что иногда Противоположные вещи Которые вот именно С этой С черной мокротой Знаете что называется Я помню Мой папа покойный Курил Очень много лет С самого малолетства Вот И я помню Эти харканья По утрам Извиняюсь Это же дом Весь сотрясался Каждое утро Он эти смолы Эти табачные Себя выбрасывал В огромных количествах Но тем не менее Не мог бросить Вот Так что здесь Нужна борьба какая-то Борьба серьезная Я бы не пренебрегал Бо ничем Как попытками Постепенного Уменьшения дозы С тем чтобы потом Порвать срезка Так и физической Какие-то нагрузки Выходить из дома На улицу Либо чтобы пробежаться Или пройтись Быстрым шагом Либо там еще какие-то То есть надо пробовать все И Христос Это последняя надежда Человека Первая Собственно первая И последняя Надежда человека Пусть молитва Раздастся к нему О том что я Хочу Говорит верую Господи По моему ему не верю То есть хочу бросить Но как-то слабо хочу Но обычно знаете Как люди влипшие В привычку Они ведь Сомневаются Хочу ли я бросить Они вроде надо бросать Но я вот как-то Настолько привык к этому В общем это труд Это любая страсть такая Это на самом деле Любая страсть А язык Это с языком С деньгами Это все одинаковое Наличие борьбы Уже показывает Что есть намерение Избавиться От этой пагубы Есть мука Мука от порока То есть порок есть Есть мука от него То есть это признание Значительно Хуже когда человек Не испытывает Даже чувство Угрызения Совести Он наслаждается этим Наслаждается этим Для него это комфорт Ну да 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 Как это Анна Каренина там Описывает Нехлюдов просыпается Покушал И для пищеварения Закурил сигарету То есть тогда считали Что это для пищеварения Спасибо огромное У нас вопрос От маленькой девочки Вот Дарья 7 лет Он небольшой Очень короткий Почему девочкам Нельзя заходить в алтарь Она спрашивает Почему монахи Не едят мясо Почему монахи Не едят мясо Девочкам нельзя Заходить в алтарь Для того чтобы Подчеркнуть Различия гендерных ролей Ну это сложное слово Для 7 летней девочки Дело в том Что девочки и мальчики Это Это Разные люди И у них Разное предназначение Разные способности И таланты И служение Богу Они осуществляют По разному Потому что Они по разному А дарены И для того чтобы Подчеркнуть их Разность Вот в церкви Есть некоторые вещи Которые можно Мужчинам А нельзя женщинам Потому что Господь наш Благоволил воплотиться В образе мужчины И священник Священствует мужчина В церкви Христовой А у женщины Есть свои Важнейшие послушания И вот для того чтобы Мы отделяем Так же и мужчина Не заходит на женскую половину Кстати говоря Вот эти вот Слово гарем Происходит в слове харам То есть нельзя Строжайший запрет Нельзя Туда не должен Ни глаз чужой Ни нога чужого Значит мужчина туда не заходит То есть есть женские половины Во всем мире Такое раньше было И если рожала женщина Например То выгонялись Дома всех мужчин И мужа в том числе То есть Только женщины Должны видеть что-то И присутствовать При чем-то Вот в этом смысле Женщина не входит в алтарь Но входит туда Куда не входит мужчина Поскольку они Разные люди Нужно признать Эту разность И благословить ее Потому что люди Не одинаковые Именно поэтому Они любят друг друга Потому что любить Можно именно другого В чем собственно Почему табуированы Гомосексуальные отношения Потому что любить Такого же нельзя Любовь это именно то Что возникает между Тобою и другим В любви должна быть Инаковость Да Иной Мужской глаз Не сможет заглянуть А вот в церкви Есть такое Куда ее Значит ее ножки Не завалят И одна представительница Женского пола Взошла на такую высоту Куда не могут проникнуть Ни ангелы Ни архангелы Ни херувимы Ни серофимы Это пресвятая Дева Мария Которая после Святой Троицы Первое наше упование И мы ее почитаем Выше всех небесных сил Потому что Никто из ангела Архангел Обращаясь Ко второму лицу Святой Троицы Не может сказать Сын мой возлюбленный Только Бог Отец И Пресвятая Дева Мария Она вошла Как бы За завистью Этой Непроницаемой жизни Лиц Святой Троицы И участвовала В тайне Бога воплощения Когда В ее чреве Божественное И человеческое Выпостась Едину Поэтому Представительницы Женского пола Только на основании Этого факта Должны считать себя Не просто Как бы Обиженными А именно Приподнятыми На такую высоту Которая Недостижима Даже для Ангельских сил А по мясу Монашек Он должен быть легкий Легкий На подъем Мясо Это самая грубая Пища Самая тяжелая Пища Самая Отягчающая Человеческая Человека И Сообщающая ему Нечто свое В общем Такую Дебилость Такую Животность Такую Что ли Монашек Он взял На себя Такое Желание Жить на земле Не по-земному Он хочет Преодолеть Природу Монашество Это стремление В Духе Святом Преодолеть Человеческую Ограниченность Преодолеть Свою природу И достичь Вкусить Хотя бы Крошку Вкусить Преображение Еще при жизни Он хочет жить Другой жизнью Это земные ангелы В идеале Небесные человеки Поэтому Райской жизни А как в раю Известно Там мясную пищу Не вкушали Да-да-да И человек Возвращается В рай сладости Уже Живя на земле Потому что Мясную пищу Господь разрешил Вкушать Только после потопа В районе Ничего подобного Не было И на время поста Мы все Как бы Немножко Становимся Причастны Райской диете А для монаха Это Как говорится Тем более Необходимо Мы даже просим прощения Митрополита Антония Сурожского Говорит Мы отказом От мясной пищи Как бы Всечеловечеством Просим прощения У животного мира Что мы так Бессовестно Мы же ведем себя С этими коровами Значит Ягнятами И всем остальным Действительно Пожираем огромное число Живых существ И человек В общем-то То есть По сути Монах меняет Одно на другое В духовной жизни Есть же такие замены То есть Надо отдать что-то И получить что-то То есть Нельзя получать Не отдавая И он лишает Себе добровольно Вот этого Для того Чтобы взамен Получить Благодать Духа Святого Духовную легкость И некую вот эту Сладость Другой жизни Спасибо Поэтому без сосисок Но с духовной радостью Замечательно Мы сейчас снова Ненадолго прервемся И продолжим Не переключайтесь Прямая линия Ответ священника Продолжается И нам дозвонилась Юлия Здравствуйте Здравствуйте У меня такой вопрос У меня есть брат Он мне родной Двоюрный Сводный брат Вот У меня бабушка Развела с моим дедушкой И повторно Вышла замуж И это сын Ее второго сына От другого мужа Вот Этот брат У меня Является У него отказались Родители И он находится В интернате Вот И его После смерти Бабушки и дедушки Его никто не навещает Вот Ну Я ездила Там со своими Своей двойной сестрой Навещала его Вот Но у меня есть Такой вопрос У них есть там Он в филимонках Находится Вот У них там есть церковь Вот Я хотела бы У меня такая мысль Уже несколько раз возникала О том Что Его покрестить Вот Но я Не знаю Стоит забрать на себя Такую ответственность Вообще Ну Насколько Ну У меня сомнения есть По этому поводу Потому что Я знаю Что Крещение Это не просто так Это не галочка Такой важный шаг И это еще будет Ответственность Для меня Конечно Вот я хотела бы Узнать Совет Он Как бы Недоразвит В своем развитии У него Несмотря на то Что ему Он 83-го года рождения Он Имеет развитие Четырехлетнего ребенка И вот Насколько Крещение Может Ему помочь И ему не помочь Ну вот Что считают Спасибо Юлия За звонок В такой ситуации Как раз Только Крещение И может помочь Если Человек С таким Развитием То он Не несет Ответственности За свои Деяния Но Он имеет На себе Первородный Грех То что Мы Наследуем От прародителей Как в Писании Сказано Как В Адаме Все умирают Так Во Христе Все живут Поэтому Для него Креститься Это благо Потому что Он будет Избавлен От ответственности За Первородный Грех А как Известно Туда Ничто Нечистое Не войдет А так Как он По развитию Как ребенок Его Деяния Они не Вменяются Ему В преступления Если это Неправильное Деяние Даже По светским Законам Тем более По церковным Законам Которые Более Снисходительно Относятся Вот К болящим Людям И церковь Всегда Относится С презрением К таким Людям Слово Презрение На славянском Означает Особое Трепетное Внимание К таким Людям Поэтому Дома В которых Содержались Такие Люди До революции Назывались Домами Презрения И в том Смысле Как Вот Теперь Это слово Означает А именно По-славянски Но Возможно Что он Уже Крещен Потому Что Насколько Я знаю Такие Учреждения Они Сотрудничают С церковью Надо Выйти На администрацию Этого Учреждения И попытаться Выяснить Был ли он Крещен Или нет Если нет Обратиться В ближайший Храм И чтобы Совершили Над ним Крещение Когда Господь Упрашивала На крестителя Чтобы тот Допустил Его К окрещению И он Креститель говорил Мне надо У тебя Креститься И ты ли Просишь Крещение На что Христос Ответил Надлежит Исполнить Всякую Правду Вот Христу Точно Не надо Было Креститься Но Чтобы Научить Нас Исполнить Всякую Правду Он Прошел Крещение И мы Должны Эту Всякую Правду Исполнять Как По отношению К себе Так И По отношению К родственникам И Ближним И дальним Ибо Сродство Обязывает В Писании Сказано Кто Своих Особенно Домашних Не печется Тот Хуже Неверного Отрекся В одной из предыдущих Передач Говорили о том Что Когда Отдаешь Вещи Свои Кому-то Или наоборот Берешь от кого-то Чужие вещи То Переходит Грех Я не совсем Поняла Ваш ответ Если можно Пожалуйста Еще раз Повторить Вопрос Есть Люди От которых Не хочется Брать Никакие вещи Как В этом случае Лучше Поступать Чтобы Не обидеть Человека И вообще Как Лучше Относиться К таким Людям Чтобы Не согрешать Благодарю Речь идет Не только О грехе Речь идет О том Что человек Передает Всегда Что-то С собой От себя Взятое Мы говорили О вещах Носимых Вещах Рубашка Свитер Ботинки Мы От святого Человека Эти вещи Берем Как святыню То есть Мы частицу Гроба Можем взять Святого Человека Иметь Как святыню Или одежду Погребальную Его Или то Что было При нем При жизни Это касается Иисуса Христа Его хитона И Божией Матери Его головного плата И святых Любого праведника Та же ситуация Потому что Святое Святое Пропитывает Собою Все Что к нему Прикасается Христос Когда преобразился На горе Фавори У него Одежда Стала белой То есть Одежда Была Подвержена Вот этому Освещающему Действию Это же Работает В отношении Грешника То есть Грешник Не может Грешить Так Чтобы его Грех Не распространялся Вокруг И он Пропитывает Собою Все Чему Прикасается Если Вы Например У гулящей Женщины Возьмете Какую-нибудь Шубку Поносить То не удивляйтесь Если вдруг Вы какие-то Игревые мысли В себе Заметите Потому что Это все На самом деле Не шутки Это все Связано Человек Праведный Делится Праведностью Со всем К чему Прикасается Сам того Не осознавая И может Не всегда Это чувствую Человек Грешный Заражает Собою Грехом Своим Все Чему Он Прикасается У одной Хозяйки Дома Цветы Растут А у Другой Вянут У одной Хозяйки На огороде Все цветет И пахнет А у Другой Все Повяло И высохло Это не Только Зависит Откуда Руки Растут Это Зависит От того У кого Что На языке Что В сердце Что В уме Вот Об этом Я и вел Речь Поэтому Если Можно Не брать Что-то У кого-то То Не берите Лишний Раз А если Пользуйтесь Чем-то С чужого Плеча То Выстирывайте Это Все Окропляйте Святой Водой Если Например Вещи Секонд Хенда Что-нибудь Еще Такое Ну А если Вам Что-то Не хочется Брать У кого-то И вы Чувствуете Что Это Вам Совсем Не на Пользу То И не Берите А если Боитесь Обидеть То Берите И Сожгите Если Не знаю Тапочки Поносить Она Вам Настырно Дарит Это Ну Возьмите Ладно Потом Куда-нибудь И сплавьте Это Чтобы не обижать Ее Но не пользоваться Этим Если вам Это неприятно Вот Об этом Все Говорилось То есть Человек Слишком Сложное Существо Чтобы К этому Просто Относиться Он Пропитывает Собою И всем Тем Что в нем Внутри Живет Все К чему Он Прикасается Я хочу Из Писания Подтвердить Слова отца Андрея О нечестивых Людях Сказано И не ешьте С ними И гнушайтесь Их одежды А о праведных Людях Сказано Книга Деяний Святых Апостолов 19 Глава С 11 Стиха И ниже Бог же Творил Немало Чудес Руками Павла Так что На больных Возлагали Платки И опоясание С тела Его И у них Прекращались Болезни И злые Духи Выходили Из них Действительно Библия В одном Случае Призывает В Новом Завете Гнушаться Одежды Нечестивых И даже Не есть С ними Вместе И в то же Время Указывает На то Что Вещи Которые Соприкасались Со святыми Приносят Исцеление И даже Освобождение От злых Духов Это действительно Некая такая Библейская Реальность Которую Мы не можем Игнорировать Спасибо огромное Очень познавательно Спрашивает Никита Можно ли Православному Заниматься Таким видом Спорта Как бокс Я думаю Что можно Можно Все Вообще Все что не является Прямым грехом С оговорками Может так или иначе Использоваться Мужчине Не нужны Мужские виды Спорта И Я думаю Что в современной Нашей жизни Маскулинность Такая хорошая Такая вот Эта мужественность Она Постепенно Скукоживается Вот это Унисекс Это как Как вот Честертом говорил Что пороки мира Это христианские Добродетели Сошедшие с ума Вот В писании Сказано Что нет Мужеского пола Неженского Но это В духе святом В отношении святости А современный мир Добился того же Только со своего Черного хода И по другому То есть сейчас Не разберешь Кто мужчина Кто женщина И бывают такие случаи Что непонятно Кто это перед тобой То есть это Унифор И мужчине не хватает Мужского А женщине часто Не хватает женского Потому что они Меняются очень часто Ролями До непозволительности Я даже сейчас Не о сексуальной практике Говорю А просто о Психологическом типе О речевом этикете Например Бывает что женщина Ругается так Что ее стыдно слушать А мужчина Говорит культурным языком Бывает что там Женщина Например Занимается боксом А мужчина Вышивает бисером Вот это Какой-то такой СМЕ Вавилон Такой происходит Поэтому я вижу Некую необходимость Таких Закаляющих Видов деятельности Для современных Мальчиков наших Я даже Про русских Буду говорить Потому что Все борцовские секции Все боксерские секции Полны Выходцами из Дагестана Татары Любят это дело Значит И так далее Армяне Очень любители Таких Контактных Видов спорта А наши Метросексуалы Ведут себя Как барышни И чем это Может закончиться Никому Хорошо известно На самом деле Это очень опасная Тенденция Поэтому парню Нужны Серьезные Взрослые Занятия Особенно В отсутствии Нормального Физического Труда Никто Воду из колодца Не вынимает Ведрами Никто Не вспахивает Большие куски земли Под огород Никто Не совершает Пешие Переходы То есть нет Здорового Физического Труда Который Раньше Отменял Всякий Спорт Он просто Его отменял Люди Так тяжело Зарабатывали Кусок хлеба Что было бы странно Еще подтягиваться На турнике Но они были Физически Развитые Здоровые На простой Пище В тяжелом Труде Сегодня Этого Конечно Не хватает И парню Можно Заниматься Этим Можно Но не Для того Чтобы Бить Носы Тем Кто Слабее То есть Здесь Должна быть Очень четкая Мотивация Это должно Быть Именно Для нравственного Развития И физической Закалки Для Воспитания В себе Мужественности Выносливости Преодоления Тяжестей Преодоления Страха То что В общем-то Может пригодиться Любому мужчине Так что Я думаю Это нормальный Причем Знаете Что Что боксеры Дерутся Редко Это значит Боксер Дерущийся Это преступник Потому что Он обладает Некими навыками Которые делают Его опасным Это все равно Что бойцовская Собака Безнамордник Это подсудное Дело То есть И например В Америке Это отягчающий Фактор Допустим Если боксер Кого-то и забьет Его по сути Посадят на больший срок Нежели простого Человека Побившего кого-то Потому что Его кулаки Имеют другую Динамитность Вот Поэтому И нормальные Спортсмены Вообще Они Редко Пускают в ход Эти вещи Они знают силу Своих Своих кулаков И они боятся Применять это на улице Поэтому Вообще Я считаю Это вообще Воспитательная вещь Такая И оружием Нужно уметь Пользоваться Потому что Тот кто знает Силу оружия Тот никогда Не обнажает его Без нужды Это Это все Чем занимается В таком образе Человек Вот например Запишитесь Куда-нибудь Там в тир Пострелять Или там Какой-то ножи Пометать Вам обязательно Скажут Что вы это делаете Не для того Чтобы научиться Поражать цель А для того Чтобы научиться Владеть собой Научиться владеть Своими руками Глазами Дыханием Концентрация Вы должны Будьте более Сдержаны То есть Любая серьезная вещь Воспитывает Человека И вот Спорт Тоже воспитывает Человека Воспитательную Роль спорта Вообще Трудно переоценить В нашем хилом мире Поэтому Сколько людей Не попало в тюрьму Только потому Что они Завернули в свое время В кожаную перчатку В кожаный мяч Какую-нибудь Дворовую секцию И остались В спорте И дали результаты А так У них уже Впереди Тюрьма Через пару лет Первое Послание Фессалоникийцам 5 глава 23 стих Сам же Бог Мира Досветит Вас Во всей Полноте И Ваш Дух И душа И тело Во всей Целости Досохраняться Без порока В пришествии Господа Нашего Иисуса Христа То есть Полнота Человеческого Бытия Это не только Дух Не только Душа Но и Тело И в Писании Сказано Прославляйте Бога В душах И в телесах Ваших Поэтому Гармоническое Развитие Особенно Молодых Людей Это Необходимая Школа Мужество Дисциплина И некоторых Даже Ограничений Аскетических Особенно В спорте Что совершенно Необходимо Проходить Молодым Людям Я помню Тренера Подзюдо В детстве Первое Что он учил Он учил Здороваться Со старшими Учил На тренировках Старших Младших Чтобы не задирали Не обижали И вообще Этические Вопросы Волнуют Любого Хорошего Тренера Не меньше Чем вопросы Профессиональной Подготовки Такой был Известный Тренер Лобановский Футболист Я вообще Не футбольный Человек Но я узнаю Он когда приезжал В Москву На сборы Со своими Футболистами Киевского Динамо Он обязательно Вел их В Большой Театр Он говорил Что футболист Без мозгов Это просто Лошадь Которая просто Скачет Копытами Поднимает пыль Спортсмен Должен думать Должен быть Воспитанным Образованным Человеком Иначе Это просто Какой-то Конь Арабских Так что Это все Спорт Очень воспитывает Он заменяет Людям Хороший тренер Заменяет отца Иногда Тем У кого отца нет Или если отец Не делает свои работы Это взрослый мужчина Который учит тебя Он же учит тебя Не просто Брать барьеры Или плавать Он учит тебя жить Учит тебя жить Есть тренера Говорит Принеси мне дневник Мой сын ходил На секцию спортивную Когда-то Вместе Другого Говорит Тренер Дневники Мне принести На следующий тренировок У всех У кого там Двойками Все пестрит Они говорят На лавочку Сядьте Вы сегодня Не тренируетесь Причем Он не был старый Мужик Он был молодой Для меня Был молодой пацан Лет 25 Тренер был Но он Этих мальчишек Семи Восьми Девятилетних Он их заставлял В том числе И учиться Понимаете Так что Конечно Надо заниматься Всем этим А как иначе Причем Пока молодой Нужно Это железо ковать Спасибо огромное Мы сейчас Ненадолго прервемся Снова И продолжим Не переключайтесь Прямая линия Ответ священника Продолжается Что ж Действительно Уже буквально Через Три часа Вы снова Встретите Протеерей Андрея Ткачева В эфире Нашего телеканала Отец Андрей Я хотела спросить Вот Ваше впечатление От встреч С молодежью Какие темы Их больше всего Волнуют О чем вам еще Хотелось бы С ними поговорить Чего-то не хватает Может быть Мне нравится У меня нету Пессимизма И скепсиса В отношении Молодых людей Наоборот У меня есть Какой-то Может быть Чуть даже Взвинченный Нездоровый Такой Оптимизм Такой Потому что Я вижу В большом количестве Вижу Их Заинтересованность Мне нравится Разброс по профессиям Там эти студенты Есть уже работающие люди Работающие Например Там есть юристы Например Там журналисты Менеджеры Врачи То есть Они Вполне Современные Дети своего века Но интересует их Вот Вот та самая Метафизика Которая Не зависит От календаря То есть Они Эти же вопросы Интересовали Людей Которые Не летали На самолетах Не говорили По мобильному телефону Не знали О том Что земля круглая Но именно Это же их Интересует То есть Это некий Вечный человек Вот Это вот Вечные Проблемы Человека Пока он Находится Вот в этом мире После той Катастрофы Которая называется Грехопадением Мне нравится О чем мы говорим Ну их конечно Интересуют вопросы Личного определения Поиска своего пути Там семья Вообще все Что связано с семьей Это такой Огнедышащий Такой Клубок Проблем Такой Да Это всегда Тоже было Но Сегодня Это имеет Свою специфику Вообще Их интересует Священное Писание Мы с ними По сути Там Несколько Много Раз Говорили Не выходя За первые Две Страны Две главы Библии Говорили о творении И грехопадении Оказывается О творении И грехопадении С последствиями И грехопадения И расшифровка Их сегодня Это бездонная тема Это все Опознать себя Как наследника Вот той катастрофы Когда запрещенный плод Показался красивым Вожделенным Потому что Дает знания И приятным в пищу Это все Настолько Входит в нашу жизнь Преломляясь Так и раздробляясь На сотни разных Примеров Что когда Человек опознает себя Мы пытаемся Доказать самим себе И вдруг радостно узнать Что Библия Про нас написана Понимаете Что не написано Про кого-то О чем-то Каком-то далеком Она Кажется Что я там есть Тоже Я тоже Смотрел на запретное Оно тоже Показалось мне Вожделенным Потом было Вот это Потом я слышал Голос Бога Ходящего в раю И потом я слышал Чувствовал Толчок в плечи Когда тебя выгоняли Вон из рая Оказывается Мы все это Переживаем Это внутри себя И они И они способны На это И им это интересно Ну и конечно И мне интересно Ну что ж Поэтому Радостно В 21 веке Говорить На самые важные темы Без всякой фальши С молодыми людьми И жизнь которых В общем Только начинается Важность библейского текста Важность библейского текста заключается В следующем Кто-то родился в 50-х годах Кто-то в 60-х Кто-то в 70-х Мы проживаем определенный этап жизни И покидаем эту жизнь И мы не видим всю картину Но с помощью Библии Мы можем увидеть С чего все началось В начале сотворил Бог небо и землю Дальше Апокалипсис в конце Чем все это окончится То есть Священное Писание Предоставляет нам Уникальную возможность Увидеть всю историю От начала и до конца Вот сама наша жизнь Она не позволяет нам Вот так окинуть взглядом А Слово Божие Которое Духом Святым Записано Предоставляет нам Именно такую возможность Увидеть весь замысел Домостроительства Спасения рода человеческого От начала и до конца И мне кажется Что очень важно Тоже надо это помнить Писание – это не есть Отвлеченные какие-то знания Это прежде всего Господне руководство к действию И когда мы так Воспринимаем этот текст Мы начинаем понимать Свое положение в истории Вот я родился тогда Мои дети тогда-то родились Назначение нас В этом пространстве истории А связь со Христом Почему необходимо? Христос есть подлинный смысл Истории Как он сам о себе сказал А есть альфа и омега Начало и конец Этот мир творится им Через него И во имя его И когда мы в нем Обретаем смысл Своего собственного существования Мы видим свое положение В истории Как таковой И только библейский массив знаний Предоставляет нам Такую уникальную возможность О чем пойдет речь В сегодняшней программе Вечерней встречи? Не скажу Это пусть смотрят люди Вживую Если интересно Смотрите В 18.30 на нашем Телеканале Программа Встреча С Андреем Ткачевым С протерием Андреем Ткачевым А нам дозвонилась Иоанна И давно уже ждет Ответа на звонок Спасибо большое Что вы дождались Мы очень рады Вас приветствовать Пожалуйста говорите Здравствуйте Вероника Здравствуйте Отец Олег Отец Андрей Очень рада Что дозвонилась Тама Божьего У меня такой вопрос Сейчас существует Очень много литературы На тему работы С подсознанием Эта литература Обещает нам Стать успешными Излечиться от болезней Стать богатыми И так далее Мы православные Понимаем Что это все Вот эти все медитации Они греховные И здесь Самое неправильное то Что человек полагается На самого себя Минуя Бога Но хотелось бы Здесь отметить Что существует Исследования Которые подтверждают Эффект плацебо Когда например Группе людей Страдающих Какую-то болезнью Давали лекарства Пустышные Но при этом Их уверяли в том Что оно Излечит их от болезни И действительно Эти люди Вылечивались Или достигали Каких-то там Позитивных результатов В лечении В этой связи Вот возникает вопрос Можно ли православному Человеку Культивировать В себе Какие-то положительные Мысли Если например Духовная жизнь Как-то так Оставляет Желать лучшего Ну то есть На психологическом Уровне Вселять в себе Мысли такие Что у меня все хорошо Я хороший специалист Я здоров Я еще там Ну и так далее Какие-то положительные Проразвать мыслям Проразрастать Потом они Неизбежно Принесут плоды Потому что Все наши дела Это плоды Мыслей Которые проросли В нашем сознании И подсознании Значит В 20-м 21-19-м В 20-м веке Люди очень много Узнали о человеке То есть Человек был раскрыт Как бы заново В многих таких Глубинах Которые до сих пор Были неизвестны Это не хорошо И не плохо Это в зависимости С того как этим Пользоваться То есть Мы узнали о слове Мы увеличили Знание сложности Человека Его и телесной Сложности И душевной Психической Сложности Значит Это может нам тоже Служить некую пользу По крайней мере Мы не будем Примитивно Относиться к человеку Думаю там Да подумаешь Сейчас я ему скажу И он все сделает Все сложнее гораздо Вот поэтому Культивировать мысли надо Надо ли себя Значит Аутотренингом заниматься И говорить Что я красивая Значит там Я продам этот дом В одном фильме Там риэлтор Каждое утро просыпается Одной и той же речевкой Я продам этот дом Я продам этот дом И там продает Какие-то там дома На вторичном рынке И думаю Это уже вопрос сложнее Думаю не надо А вот например Замечать незамеченное Надо То есть например Я молода Ну да Молода Почему бы не порадоваться Почему бы не заставить себя Порадоваться Потому что ты молода Там я красива Ну если ты действительно красива И ты находишь себя Не дурнушкой Как бы ну Радуйся Я здорова Если это правда Ну это прекрасно То есть ты просто вспоминаешь Об этом И заставляешь себя Оценить то Что ты не оцениваешь В обычное время Ну подумаешь Например там Сорвалась моя поездка Например там Загород на уикенд Ничего Я молода Я здоровая Я красивая Все хорошо Я работаю У меня есть друзья И деньги Я поеду в другой раз Как бы В этом смысле Здесь нет аутотренинга Значит Здесь есть просто Включение Каких-то таких Душевных механизмов Для того Чтобы адекватно Оценить ситуацию Без депрессии Вот ты в метро Спускаешься Но я например Ловлюсь на мысли Что я себе говорю Ты должен любить Этих людей Посмотри как их много Какие они все разные Это же ужасно Как это можно Это без Божьей помощи Невозможно Я должен с любовью Смотреть на них Я должен проезжая Мимо по эскалатору Смотреть на этих людей С любовью Это мои соседи Это мои в общем-то Братья и сестры Неизвестные мне по имени Что я в это время делаю Я совершаю Какой-то духовный труд Над собой Над своим эгоистическим сердцем Потому что легче Все подумать Вот понабивалось Жлобов Как бы отдыхнуть нечем Понимаете И мы Допустим Даже хочет это сказать Но я себе Прикусываю язык И говорю Стой, стой, стой Подожди Смотри как много людей И каждого Бог любит И у каждого Своя сложная Перепутанная судьба И над каждым Недреманное око раскрыто Ты подумай над этим Это же великое дело Это же Смотри как много Богом любимых людей Я себя не уговариваю Я просто вспоминаю В данном случае Какие-то элементарно Необходимые вещи В этом смысле Нужно культивировать Свою мысленную деятельность Надо насаждать Правильные мысли И дать им возможность Вырасти Из них потом Неизбежно будут Вырастут эти Плодовые деревья С плодами Христианская антропология Очень большое значение Придается Взаимоотношение Между мысленным процессом И чувственным процессом Потому что чувственный аппарат Во время грехопадения Был поврежден Самым ужасным образом Христос говорит Что из сердца исходит Блуд Убийство Кража Всякая нечистота То есть чувственный аппарат Очень был разрушен В отличие от ума Поэтому апостол Павел Пишет По внутреннему человеку То есть сознанию Нахожу удовольствие В законе Божьем В членах своих То есть в чувствах Вижу закон греха Противоборствующий Закону ума моего Что же мне делать? И он находит Такое решение Буду молиться духом Чувствами Буду молиться умом Буду петь духом Чувствами Буду петь умом То есть необходимо Сознание Просвещенное Светом Библейского Откровения Погрузить В сердце И рассматривать И контролировать Мир чувств Чтобы верою Христу Вселиться В сердца наши А процесс веры Он известен Вера от слышания А слышание От слова Божия Вот то Что сейчас В мире происходит Это называется Растабуирование Когда сымаются Все запреты Мыслимые И немыслимые И во втором Псалме Это описано Когда восставшие Цари И князья Будут говорить Свергнем себя Узы их Оковы их То есть они Отказываются От божьих Заповедей Постановлений Чтобы руководствоваться Своими страстями И вот мысль Особенно молодому Человеку Она очень нужна Чтобы правильно Оценить То или иное Чувство Понять эти Если хотите Генезис Его происхождения Откуда вы у меня Такое чувство Иногда Совсем юные Приходят В храм На исповедь Говорят Какие у них Помысы Там появляются Они не могут Понять Они напуганы Откуда это И как К этому Относиться Поэтому наша Задача Помочь Особенно молодому Человеку С помощью Правильных Библейских Представлений Контролировать Свои чувства Обуздывать Если их надо Чтобы Гармоническое Сосуществование Было Дух Душа И тело Я даже В свое время Придумал Такой афоризм Скажи Какие книги Ты читаешь И я скажу В какую секту Ты можешь попасть Если человек Читает Хороших авторов Там книги Отца Андрея Книги Других Православных Авторов То конечно У него И характер Рассуждения Будет правильный А если Человек Интересуется Там Вот Сегодня спрашивали Про какую-то Эзотерическую Литературу Чем-то еще Вот Этот мысленный Процесс Искаженный Парадит Искаженные Чувства Если мы На рынок Идем Покупаем Какую-то Пищу Мы же Выбираем Принюхиваемся Даже Точно так же Мы должны Относиться К миру Идей Мыслей Всяких Измов Чтобы ничего Чужое Не вошло бы В наш внутренний мир И не осквернило бы его Спасибо огромное Отец Олег Нам дозвонилась Наталья из Москвы Сейчас Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Хочу Отца Андрея И поблагодарить Его за все Я нашла Исповеди В инстаграме В инстаграме Простите На ютубе Мне эти проповеди Настолько помогают Настолько это правильно Настолько это от души Настолько с такой верой Ну и меня это вселило Меня спасло Когда умерла мама Спасибо вам большое Ну как Не сойти С пути веры В наше время Очень тяжело Повторите пожалуйста Вопрос Как не сойти С пути веры Спасибо Спасибо Наталья Уважаемая Наталья Вера Видите Она не вверена Отдельному человеку Вера Дается Многим То есть То что мы называем Это собрание Экклесия Церковь То есть веру Хранит церковь В ветхозаветные времена Веру хранил один народ Вера была То есть границы церкви Совпадали с границей народа В современное время Это Границы расширены То есть нет ни одного народа Который бы Лично хранил бы Всю полноту веры Не нуждаясь во всех остальных Веру хранит церковь Поэтому Для того чтобы верой питаться Углубляться в веру И входить в эти В эти глубины Сияющие Или сияющие высоты Это может И та и другая метафора подойдет Необходимо иметь общение С людьми Которые верой богаты Как и вы Или богаты больше Для этого необходимо Участвовать в богослужении И вести жизнь Более-менее ритмически Согласующуюся С литургической жизнью церкви То есть воскресенье Обязательно молитва Праздники Непременное участие Необходимо иметь И друзей Которые вот здесь В этом пространстве И времени Могут с нами Разделить и радость и печаль С ними нужно общаться Дефицит Общения Заменяется чтением То есть нам оставили Святые отцы Эти слова О том что Святые бы не писали книг Если бы знали Что всегда в мире Будет достаточно Духоносных практиков Но поскольку Их количество Всегда очень ограничено А люди умирают Буквально от этой Жажды и голода Духовного То Святые брались за перо И мы читаем Книги святых Они протягивают нам руку Издалека На самом деле Это далеко Сновится очень близко Так что Дефицит общения Заменяется книгой Но литургическая жизнь То есть молитва в храме Ничем не заменяется По сути Поэтому нужно любить храм И иметь друзей По вере Братьев и сестер По вере В случае их скудости Повторяю Необходимо спасаться книгами В книге пророка Амоса Сказано что Наступят времена тяжкие Когда люди будут ходить От моря до моря И сказать слово Божие Не найдут Поэтому надо пользоваться Возможностью Что сейчас есть Христианские ресурсы Есть православные телеканалы Как телеканал Спас На просторах интернета Есть библейские порталы Как Экзогет Который поставил задачу Прокомментировать Каждую главу Библии Там уже целая группа Миряна священников Троица Есть информационные Православные сайты Где отвечают на вопросы И человек может И днем и ночью Создавать эти вопросы И получать Квалифицированные ответы Есть возможность И на телевидении И на радио Общаться с священниками Но как сказал Очень правильно Отец Андрей Ничто не заменит Живое общение Наше друг с другом И с Христом В храме Когда Экклесия Как собрание верующих Мы собираемся Вокруг чаши Святого Причастия Это центр Нашего познания Духовного роста И как община В воскресный день Сообща поем Необходимые молитвы Слышим Слово Божие А главное чтение Евангелия И само Святое Причастие Как протопресвитер Николай Фанасьев Автор книги Церкви Духа Святаго Писал Если я чему-то И научился в жизни То только потребляя Святые дары После божественной Евхаристии Спасибо огромное Вам вопрос Нам прислал Никита Я не могу креститься Правой рукой Он говорит только левой Потому что я инвалид Мне креститься левой И отвечать все время На вопросы Компетентных И каждый раз Выслушивать И как правильно В храме надоело Что же мне делать В общем Тут вопрос как Я бы дал совет По старинке Вот так можно стоять Откуда взялось Крестное знамение Когда христиан Приговаривали казни На арене римского цирка Их выбрасывали на арену Они начинали петь псалмы Проповедовать Античные люди Очень ценили мужество И тогда у христиан Стали вырезать языки А к этой казни На арене римского цирка Приговаривали В античном мире Дед-убийц Убийца родителей И беглых рабов И тогда христиане Показывали Знак Так Осенялись Окрестным знамением А весь Рим знал Что христиане Верят в распятого Бога Поэтому Если вы Будете держать руки Так Чтобы не смущать людей Там Левой рукой креститься Как и перед причастием Мы тоже так подходим Чтобы Перед чашей Не двигать рукой Можно что-то задеть Это будет Означать Тоже Знамение Которое Как оружие На дьявола Дано нам И это Самое древнее Христианское Свидетельство А вере в распятого Так сложные руки На груди Или поднятые Кверху Да Да Не счерплющик Конечно Анна спрашивает Мы с мужем построили дом Хотели украсить Окна наличниками Это такое Декоративное Оформление окон Но недавно я узнала Что узоры наличников Несут в себе Языческий смысл Там в них Зашифрованы обереги Неужели придется Теперь отказаться От этой идеи Украшения дома Нет Зачем же Это орнаменталистика Языческая конечно Она не может не нести Своих символов Безусловно Это везде и всюду так Но они могут украсить Наличники Совершенно нейтральными Узорами А еще лучше Если там будет Знак креста Присутствовать Поэтому наличники Делать надо А просто нужно С каким-то специалистом Дизайнером Посоветоваться Как бы сделать это так Чтобы не было языческих символов А вместо этого Был бы Это крестик Венчал Например Эту всю эту конструкцию Это очень легко делается Человеку с художественным вкусом Это все Спило вполне по зубам У христиан было принято Языческим символом Придавать новые значения Например Культ солнца В христианстве Трансформировался В культ Христа Который является Духовным солнцем Всего этого мира Как в апокалипсисе Сказано О Новом Иерусалиме Солнца там не будет Христос своим присутствием Будет освещать Все пространство Кстати говоря Древние христианские символы Рыба Ихтис Значит Потом Птицы Клюющий виноград Это прекрасный орнамент Это собственно указание на Евхаристию Якорь Якорь На дельфине Это тоже был переосмыслен В росписях Римских катакомб В христианском смысле Добрый пастырь Например То есть у христианской символики Очень богатое наполнение Поэтому можно украсить Что хочешь Красиво И со вкусом Вот допустим Теми же птичками Клюющими виноград Достаточно в интернете Набрать древние христианские символы Древние христианские символы И там такое раздолье Для творчества Да Спасибо огромное Ну что ж У нас остается Буквально Несколько минут до конца Я думаю что я уже не успею Прочитать вопросы Спасибо вам большое Отец Андрей И отец Олег За то что вы Так много звонков сегодня Приняли и ответили И на самом деле Спасибо вам дорогие зрители За то что не заканчиваются вопросы Как не заканчиваются на них И ответы Еще раз напомню Сегодня В 18.30 Вы снова увидите Отца Андрея Ткачева В программе встречи Где он также будет общаться С молодежью И продолжит отвечать На все Новые Актуальные Вопросы От ребят На этом все Наша программа подошла к концу Присылайте свои вопросы На сайте телеканала Спас Заполнив специальную форму А также Все социальные сети Открыты для вас Пишите все что у вас О чем сердце болит И звоните в нашу студию На этом все Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok